Халёхин, друзья! А вы замечали в немецком такие слова, которые выглядят и звучат похоже, но при этом ничего общего между собой не имеют? Ну, типа Fühlen и Fühlen, Bitten и Bitten. Так, ну только не говорите, что думали, что это одни и те же глаголы. Ладно, испанники, сейчас разберёмся. Сегодня я подробно расскажу о таких глаголах, и после этого ролика вы точно не будете их путать. Таких вредителей называют гомофонами, не путать с гомофобами. Они, конечно, могут испортить нашу речь и следовательно наше настроение, но сегодня мы постараемся с ними разобраться и сделать всё, чтобы больше в них не ошибаться. Что же, поехали! А нет, не поехали. Сперва хочу кое-что сообщить. Во-первых, я хотел бы рассказать, что у меня также есть мой инстаграм, где частенько публикую всякого рода посты и видео, которые вы не найдёте на ютубе. Так что, если вы ещё на меня не подписаны, то самое время это сделать. Мой профиль вы сейчас видите на экране, ну или можете глянуть в описании. Нашли? Ну, давайте, подписывайтесь, я жду. Так, ну а во-вторых, я хотел бы сказать, что завёл себе страничку на Patreon. Это такой сайт, где можно поддержать авторов всякого контента. Если вам нравятся мои видео и вы хотели бы внести свою лепту в развитие канала, то можете подписаться и быть моим патроном. Так, ну это вроде всё, что я хотел сказать, вот теперь точно поехали. И начнём с первой пары. Это eroten и eroten. На первый взгляд может показаться, что эти слова вообще не различить, но отличия между ними всё же есть. Глагол eroten без буквы r в конце означает краснеть. Er lügt immer, aber er erötet nie. Он всегда врёт, но никогда не краснеет. Sie erötete vor Scham. Она покраснела от стыда. А вот глагол erötern имеет совсем иное значение, а именно разъяснять или дискутировать. Kannst du mir bitte dieses Problem erötern? Можно, пожалуйста, разъяснить эту проблему. Er hat seinen Plan ziemlich gründlich erötet. Он разъяснил свой план довольно основательно. Следующая пара глаголов это er streicheln и streicheln. Глагол streicheln это гладить. В значении гладить кошку или гладить волосы. Ни брюки, ни рубашку. Для одежды используется глагол büggeln и это совсем из другой оперы. Вернёмся к streicheln и приведём примеры. Er streichelt seinen Hund. Он гладит свою собаку. Die Mutter hat die Haare ihres Kindes gestreichelt. Мама погладила волосы своего ребёнка. А вот глагол streicheln переводится как красить или ещё намазывать. Этот глагол является неправильным, поэтому обратите внимание на его три формы. streichen, streich hat gestricheln. Sie streicht ein Brötchen mit Honig. Она намазывает булочку мёдом. Er hat alle Wände in seine Wohnung weiß gestricheln. Он покрасил все стены своей квартиры в белый. Следующая парочка это fördern и fördern. Казалось бы два практически одинаковых глагола, но один из них стоит сумляутом и значение из этого совершенно разные. Итак, fördern с умляутом означает поддерживать или финансировать. Seine Familie fördert ihn, weil er noch student ist. Его семья поддерживает его, потому что он ещё студент. Dieses Unternehmen hat viele junge künstler gefördert. Эта компания поддержала многих молодых художников. Но глагол fördern, который стоит без умляута, переводится в свою очередь как требовать. Er fordert einen hohen Preis für sein Auto. Он требует высокую цену за свою машину. Sie fordert ihr Geld zurück. Она требует вернуть её деньги. Двигаемся дальше. Глаголом versehen и fernsehen. Ну, слово fernsehen мы знаем все, а переводится оно как смотреть телевизор. Ich sehe nie fern. Я никогда не смотрю телевизор. Sie haben den ganzen Abend fernsehen. Они смотрели весь вечер телевизор. А вот глагол versehen без буквы N и начинающийся на V означает снабжать или обеспечивать. Er hat sie für die Reise mit Geld versehen. Он обеспечил её для путешествия деньгами. Sie ist mit allem nötigen versehen. Она обеспечена всем необходимым. А ещё есть и возвратный глагол sich versehen, который означает допустить ошибку или проглядеть. Er hat sich beim Ausfüllen eines Formulars versehen. Он допустил ошибку при заполнении формуляра. А ещё есть такое словосочетание aus versehen. Оно переводится как по ошибке или случайно. Ich habe dein Lieblingsfoto aus versehen gelöst. Я случайно удалил твою любимую фотографию. We. We. Следующие два глагола это malen и malen. Глагол malen это рисовать. Sie malt in ihrer Freizeit она рисует своё свободное время. Или er hat ihr Portrait gemalt. Он написал её портрет. А вот глагол malen надо произносить с долгим а, чтобы вас правильно поняли. Хотя, конечно, по контексту будет и так всё ясно, но на произношение стоит всё же тоже обращать внимание. И переводится malen как молоть. Er muss mel malen. Он должен помолоть муку. Sie hat den Kaffee gemalt. Она помолола кофе. Двигаемся дальше. Следующая пара глаголов похожа на предыдущие, потому что в них тоже стоит различать краткий и долгий звук. Fühlen и fühlen. Глагол fühlen это чувствовать или ощущать. Именно его мы произносим с долгим звуком ü. Ich fühle mein Herz schlagen. Я чувствую, как бьётся моё сердце. Er fühlt starke Kopfschmerzen. Он чувствует сильную головную боль. А вот глагол fühlen наоборот произносим с кратким ü и переводится он как наполнять или заполнять. Alle bücher in meiner Wohnung fühlen drei schränke. Все книги в моей квартире заполняют три шкафа. Sie hat eine flasche mit Wasser bis zum Rand gefüllt. Она заполнила бутылку водой до краёв. Следующая пара глаголов это leeren и leeren. Слово leeren это учить или обучать кого-то. Кстати, есть разница между этим глаголом и unterrichten. Leeren используется для обозначения образовательного процесса в университете, в то время как преподавание в школе или гимназии описывается с помощью глагола unterrichten. Sie leert an der Universität Bonn. Она преподает в боннском университете. Er hat Deutsch für lange Zeit geleert. Он долгое время преподавал немецкий. Глагол leeren, в свою очередь, имеет совершенно иное значение. Опустошать. Kannst du bitte den Mülleimer leeren? Можешь, пожалуйста, опустошить мусорное ведро. Hast du deinen Briefkasten geleert? Ты опустошил свой почтовый ящик. И последние глаголы, которые мы сегодня обсудим, представляют из себя не пару, а целый квинтет. Это глаголы bitten, bitten, betten, betteln и betten. Уф. Начнем, пожалуй, со слова bitten. Bitten используется с предлогом ум и переводится как просить. Можно подобрать проверочное слово bitte, пожалуйста. Кстати, очень важно также знать три формы глагола, потому что, как вы уже могли догадаться, формы всех приводимых здесь глаголов отличаются между собой и употребить их в прошедшем времени неправильно проще простого. Но чтобы все-таки употребляли их правильно, давайте запомним. Bitten, который происходит из слова bitte, то есть пожалуйста. Это неправильный глагол, который имеет следующие три формы. Bitten, bett, hat gebeten. И приведем, конечно же, примеры. Sie bittet immer ihre Eltern um Geld. Она всегда просит денег у своих родителей. Кстати, частая ошибка, которую я замечаю у учеников. Вместо bitten многие используют fragen. Вроде как спрашивать, то есть и говорят Sie fragt ihre Eltern nach Geld и что-то такое. Это абсолютно неправильно. Если мы хотим сказать, что мы именно просим, то есть говорим пожалуйста, дайте мне что-нибудь, то единственный правильный глагол, который мы можем использовать в данном случае это bitten и никак не fragen. Второй пример. Ich habe ihn um Hilfe gebeten. Я попросил его о помощи. Наш следующий глагол это bitten с таким длинным и. Это глагол предлагать. Также можем сказать и anbitten, проверочное слово от которого das angebot, то есть предложение. Bitten также является неправильным глаголом, поэтому его форму стоит зазубрить. Bitten, bot и hat geboten. Отсюда собственно и проверочное слово das angebot, предложение. То есть, bitten, bot geboten и проверяем себя. Das angebot это предложение. Ich bitte dir 200 Euro für deinen alten Laptop. И еще один пример. Hast du unseren Gästen schon etwas zu trinken angeboten? Ты уже предложил нашим гостям что-нибудь выпить. А вот наш следующий глагол является уже правильным. Это слово beten. И его три формы звучат следующим образом. Beten, betete и hat gebetet. Молиться. Lasst uns beten. Давайте помолимся. Er hat zu Gott gebetet und seine Prüfung bestanden. Он помолился Богу и сдал свой экзамен. Следующим у нас идет beteln. Um etwas. Попрошайничать. Или просить милостыню. Этот глагол также является правильным. И имеет три формы beteln, betelte и hat gebetelt. Ich habe nein gesagt. Hör auf zu beteln. Я сказал нет. Прекрати попрошайничать. Der alte Mann hat um Geld gebetelt. Пожилой мужчина попрошайничал. И последнее слово на сегодня это beten. Которое происходит от слова das bet, кровать. То есть укладывать в постель. А если глагол возвратный, sich beten, то он имеет значение постелить. Глагол beten является также правильным. Beten betete и hat gebetet. Wie man sich betet, so schläft man. Как постелишься, так и поспишь. Sie betet ihren Son. Она укладывает спать своего сына. Ух, ну и видео сегодня получилось. Это еще ведь не все слова. Помимо глаголов есть еще и существительные, и прилагательные, и чего только нет. Если вам интересно узнать еще что-то про подобные слова, то пишите обязательно об этом в комментариях под видео. В общем, друзья, я надеюсь, что после сегодняшнего ролика вам стали понятнее различия между столь схожими глаголами и вы не будете их путать. Желаю поскорее вам всех их выучить и прощаюсь до следующего ролика. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok